Диагноз прозвучал как гром, потому что с этой стороны никаких признаков на такое заболевание вообще не было. Откуда? Причины могут быть вообще разные. От стресса, питания, может быть какой-то генный сбой. Я когда разговаривала с доктором, ну отчего? Он говорит, никто вам не скажет отчего. И никто вообще не застрахован от такой беды. Никто. И выстрелить может в любом месте. Наверное, где-то несколько месяцев плохо себя чувствовала. Слабость, утомляемость была повышенная. Потом в октябре, все лето. Потом где-то в октябре месяце, прям вот совсем меня забеспокоил этот вопрос, что со мной творится. И начала ходить и обследоваться. Пошла, сделала УЗИ. Ну, вроде ничего. От врача к врачу, от врача к врачу. В общем, дошла до колоноскопии. И объяснила причину прихода своего доктору, почему я к ним пришла. Он говорит, ну, может быть, полипчик. Если что, согласитесь, чтобы мы его удалили сразу, потому что подготовка не самая простая идет к этому обследованию. А уже когда вышла из наркоза, он говорит, все не так просто, как мы думали у вас. Он говорит, что у нас онкология. И тут же он предложил подняться к доктору на консультацию к хирургу. Расстроилась, испугалась. И не знала, как детям сказать, потому что одна ребеночку пять месяцев кормила грудничок, чтобы молоко не пропало. Вторая пять месяцев беременная, чтобы у нее все было хорошо. Тяжело им было, очень тяжело было им сказать. Ну, потом уже, когда сказала, когда уже доктор назначил день операции, то уже надо было говорить. Кому первому сказали? Ну, муж в тот момент мне не плакал, а почему-то так вот вся собралась. Ждать конца – не вариант. Мы это узнали 25 декабря. Это был Новый год невеселый. А 19 января меня оперировали. И начали делать химиотерапию восемь курсов с февраля по июнь месяц. Все здесь, в Приднестровье? Да, да, да. Да, все здесь. Потом через год мы сделали контрольное обследование. И вот в январе этого года было еще раз. И теперь уже через два года сказали. Как не впасть в депрессию, узнав о диагнозе? Ну, думать о хорошем. И все. Хобби. Отвлекает. Вышивка. Забываешь. Включаешься. Переключаешься. Думаешь. Все плохое уходит. Когда смотришь на красивые вещи, мыслей плохих быть не может. Дома на пенсии скучать некогда. Вышиваю. Не будет нас. Будет память внукам, детям. Останутся картины, вышивки. Тепло маминых рук. Не стоит растрачивать себя на какие-то вот такие проблемы мелочные. И день солнечный радует. И снег, и тот же дождь. Даже ветер, который у нас не часто бывает. Да, ну, все, все. Мы живем, мы проснулись утром. Мы увидели солнце, увидели рассвет, увидели близких своих. И слава Богу. Я решилась рассказать это потому, что для того, чтобы люди, узнав о таком диагнозе, не спешили впадать в отчаяние. Все преодолимо. Со всем можно справиться. Надо только захотеть. Вовремя обратиться. И выполнять все рекомендации доктора. И все получится. Субтитры создавал DimaTorzok